Спонсор выпуска новостей официальный дилер Lexus в Саратове ООО Саратов Автолюкс. Осуществляется АОО «Тойота Банк» только в июле. При поддержке ООО «Тойота Мотор». Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чем пойдет речь. Не покатаешься. Прокуроры отправились в рейд по детским площадкам. Выявили массу нарушений. Поставляют из-под тяжка. В регионе Остров стоит проблема оборота нелегального табака и пива. Тягали весь день. В Саратове продолжается Всероссийская универсиада. Студенты-атлеты выявляли победителей. Какая температура на дворе ждет нас в пятницу 13 июля? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Наведались на детские площадки. Сегодня в Саратове прошел рейд правоохранителей. Ревизоры обошли больше десятка адресов. Искали качели, спортивный инвентарь и горки. Те, что не отвечают требованиям и небезопасны для детей. Некоторые и вовсе могут сильно травмировать. Их сфотографировали и брали на карандаш. Роман Базан знает, сколько всего в регионе опасных площадок. Сегодня в Саратове сотрудники прокуратуры отправились по детским площадкам. Не игр ради. Правоохранители искали ветхие конструкции. Те, что не ремонтировали уже много лет. По их словам, такие качели и песочницы для детей могут представлять большую опасность. Да и эстетический вид тоже немаловажный фактор. Так, на улице Малой Горной находятся сразу три детских площадки. И все они в плачевном состоянии. По словам местных жителей, произошло это, несмотря на то, что их установили чуть более пяти лет назад. Качели, видите. Это же, видите, приходят, кому не лень, загоняют сюда машины. Это же не дело. Вот они катаются, ребятишки, да. Мы обычно там проходили. А там вот наставят машины, и там не пройдешь. Еще одна игровая площадка находится в сквере Юбилейный. Сюда также приехали сотрудники прокуратуры. Конструкцию для детей недавно заменили. Произошло это сразу после их рейда. Люди в погонах потребовали от коммунальщиков заменить старую площадку. Ну и управляющие компании решили с ними не спорить. Вопрос не ставится о том, чтобы были поставлены именно новые. Вопрос стоит о том, чтобы оборудование, имеющееся, соответствовало государственным стандартам, которые у нас предусмотрены. А это, как мы в ходе наших проверок установили, зачастую многочисленные нарушения выявляются. Это и острые детали, которые торчат, болтовые соединения, железобетонные конструкции, которые представляют угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних при их эксплуатации. Естественно, на все эти моменты мы обращаем внимание и требуем приведения в соответствие. По словам прокуроров, всего в области по-прежнему остаются более 200 проблемных объектов, игровые площадки. Удовольствие не из дешевых, но тем не менее правоохранители надеются, что в ближайшее время в регионе еще несколько десятков детских площадок заменят на современные и безопасные. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Отправились прокуроры и на стоянку маломерных судов. В одном из яхт-клубов города сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение. Шесть маломерных судов не имели бортовых номеров. Кроме того, выяснилось, что сотрудники яхт-клуба нарушают правила выпуска маломерных судов с баз для их стоянок. Представители прокуратуры рекомендовали нарушение исправить, а руководителя привлечь к административной ответственности. Прибывает в запустении. Речь о здании издательства «Слово». Бывший дом прессы, где раньше печатали миллионы тиражей газеты и находились редакции, теперь принадлежит частным лицам. Хотя строилось здание за государственный счет. Кабинеты сдаются под офисы, а на этажах царит разруха. Обшарпанные стены и облезлые потолки. Дыры в стенах. О былых временах напоминает только вывеска на входе. Как только издательство продали, журналисты из него начали уходить. Памятная доска с фамилиями корреспондентов фронтовиков пока осталась. Но их потомки переживают, что мемориал может исчезнуть. Да, конечно, обидно. Вообще это несправедливо. На самом деле строилось здание, как государственное здание. Люди, которые работали раньше в газете «Коммунисты», говорили о том, что вообще это на наши средства. Они работали, вкладывали, получали прибыль. Прибыль их газеты. На эти прибыли по решению обкома партии строилось это здание. Считается, что здание издательства сегодня принадлежит олигарху Аркадию Евстафьеву. Ему же приписывают контроль над саратовскими авиалиниями. После крушения самолета Ан-148 в Подмосковье эксперты выявили на предприятии массу нарушений. В итоге это привело к отзыву лицензии и прекращению полетов. Начались массовые увольнения. На то, как они проходят, сотрудники пожаловались в контролирующие органы. Сам Аркадий Евстафьев, творящийся в его компаниях, никак не комментирует. 900 миллиардов рублей крутятся на рынке поддельной продукции. В России вырос объем нелегального табака и пива. Сегодня в нашем регионе проблему фальсификата и контрафакта обсудили за круглым столом. Представители региональных министерств и ведомств, контролирующие органы, бизнесмены и общественники предлагали свои ответы на актуальный вопрос. Надежда Новикова с подробностями. Сегодня за круглый стол сели представители крупных компаний, общественники, бизнесмены и региональные власти, а также контролирующие органы. Они встретились, чтобы обсудить серьезную проблему нелегального оборота табачной продукции и пива, как в нашем регионе, так и в целом по стране. Ее объем серьезно вырос. В нашем регионе самый высокий в Поволжье уровень распространения нелегальной табачной продукции. За полтора года ее доля у нас в стране выросла с 1% почти до 8%. Одна из причин – несбалансированная акцизная политика. Стран-участниц таможенного союза. Если в России пачка сигарет стоит около 100 рублей, то на нелегальную продукцию, которую везли из Белоруссии или Казахстана, цена будет около 37-40 рублей. Вот эта разница в акцизах между Россией и Казахстаном делает канал перетоков очень маржинальным и очень выгодным. Такая продукция в процентах может составлять около 25% вазимой из Казахстана продукции. Проблему оборота нелегальной продукции за круглым столом обсудят не только в нашем регионе, но и в соседних областях. Известно, что те решения, которые примут за круглым столом, они будут направлены в профильные государственные органы. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Саратовские пляжи опасны для детей. Сегодня в рейд по местам отдыха отправилась уполномоченная по правам ребенка Татьяна Загородняя вместе с волонтерами и городскими властями. Они оценили состояние и готовность пляжей к купальному сезону. В затоне погружаться в воду нельзя из-за сильного течения и необследованного дна. Общественники обратили внимание на необходимость организации этого участка отдыха для детей и их родителей. Ведь добраться до городского пляжа на машине с детьми – настоящая проблема. Обратили внимание и на неудобное расположение спасательного понтона. Людей, а тем более детей, оттуда не видно. Дети до определенного возраста не смогут находиться без родителей в местах купания однозначно. И родители должны нести ответственность за то, что они в опасности оставляют детей. А нахождение на воде без родителей – это нахождение в опасности ребенка. Единственное, что срок этот не будет – 18 лет. Но это нужно обсуждать. Возможно, это будет лет 14. Обогнали столичный регион, но стали ли жить лучше? По данным Российского агентства международной информации «Рейтинг» в период с января по апрель, зарплата саратовцев выросла, причем практически на 10%. По этому показателю наш регион занимает 61 место из 85 регионов страны. Назвали и среднюю зарплату жителей нашего региона. Она составляет почти 26 тысяч рублей в месяц. По темпам роста Саратов обогнал Московскую и Ульяновскую области. Правда, там сумма, которую в среднем получают работники, выше. Наши соседи Самарский регион по-прежнему нас опережают, причем по всем статьям. Лидером же рейтинга стала Ингушетия с увеличением оплаты труда более чем в 15,5%. Меньше всего прирост доходов зафиксирован на Чукотке, но там в среднем зарабатывают 96 тысяч рублей. Во сколько саратовцам обойдутся красивые фотосессии? Подробнее об этом узнаете после прогноза погоды от Александра Новохадского. А пока прервемся на рекламу. Здравствуйте. В пятницу 13 июля в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменную облачность. В отдельных районах возможен небольшой дождь с грозой. Ветер в основном северный порывистый. Днем до плюс 32 градусов, а ночью плюс 17, плюс 22. В Саратове и Энгельсе также возможен небольшой дождь. Температура днем до 29, а ночью до 20 градусов выше нуля. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Вода в Волге плюс 24-25 градусов. В старину подметили. Если стрижи летают низко и с криком, это к дождю. Всем добра, здоровья и удачи. До встречи. Продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. У МЧС серьезные проблемы с пожарной охраной и нехваткой кадров. Как сообщает Росбизнес-консалтинг, эти проблемы выявили масштабные проверки. В ходе анализа состояния подразделений ведомства члены комиссии обнаружили некомплект личного состава и значительную нехватку материально-технических средств. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В Тамбове следствие выясняет обстоятельства получения ожогов двухмесячным мальчикам. Как сообщают РИА Новости, ребенок попал в реанимацию после того, как от сигареты его матери загорелась коляска. Сейчас состояние мальчика стабильно тяжелое. По данным следствия, девушка курила на балконе и подошла к коляске с непотушенной сигаретой. По данному факту, началась проверка. В Волгоградской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По данным РИА Новости, из-за почвенной засухи там гибнут посевы сельскохозяйственных культур. За два месяца Волгоградской области выпало менее 8 миллиметров осадков при норме 46 миллиметров. В зоне чрезвычайной ситуации находится 19 районов области. Международная федерация футбола просит телевизионных вещателей реже показывать красивых девушек. В красотках на трибунах во время трансляции матчей чемпионата мира по футболу чиновники увидели признаки сексизма и дискриминации. Об этом сообщает Ньюсру. Также из-за критики со стороны феминистских организаций в профессиональном спорте наметилась тенденция к отказу от услуг девушек, сопровождающих спортсменов или выносящих на арену таблички с номерами раундов. В Саратове продолжается Всероссийская универсиада среди студентов аграрных вузов. Спортсмены с разных уголков страны приехали в наш город, чтобы побороться за призовые места. Аграрный университет не первый раз встречает в своих стенах гостей. Сегодня там проходят соревнования по силовому троеборью и волейболу. Ксения Леонтьева узнала, зачем спортсмены по пауэрлифтингу используют нашатырь. Спортзале аграрного с утра тягают железо. Здесь проходят соревнования по пауэрлифтингу. Съехали студенты-спортсмены со всей страны. Среди выступающих не только юноши, но и девушки. На универсиаде среди аграрных университетов она впервые. Мария Миронова уже выступила. Наблюдает за соперниками. По словам первокурсницы, даже в этом силовом виде спорта девушкам делают поблажки. Мы потому что эмоциональные такие девушки от настроения, мужчины все равно не такие. Я вот не представляла, что я попаду в этот вид спорта. Не знаю, адреналин. Знаете, как тренируешься, когда не понимаешь, а когда соревнования тебя заряжает эта атмосфера, все коллективно. Всегда кричат, помогают тебе, давай, ждем, тяни. Такие масштабные соревнования в Саратове проводят не первый раз. В программе восемь видов спорта. Все участники студенты. И только аграрных вузов. У каждого спортсмена перед выходом свой ритуал. Одни кричат, другие подбадривают себя хлопками. Привести себя в чувство помогает и нашатырь. Нашатырь нам нужен для того, чтобы перед подходом, когда уже волнуешься, там мандраж идет, нюхаешь его и вроде как проясняется сознание. Тальк намазывают на ноги, для того, чтобы санга скользила, а магнезию на руки, чтобы она наоборот не скользила. Кто-то кричит, кто-то выбегает. Я, например, вообще молчу. Просто спокойно вот так вот стою. Потом выхожу. Пока судьи совещаются, спортсмены приводят себя в порядок. Ждут награждения. Соревноваться они уже закончили. Но впереди на универсиаде другие финалы. Ксения Леонтьева, Рамон Шильдяев, Саратов, 24. Внимание! Сейчас вылетит птичка. Сегодня во всем мире отмечают День фотографа. Эксперты сервиса объявлений Юла решили проанализировать, сколько стоят услуги любителей ловить моменты. Оказалось, что в нашем городе к лету цены на фото снизились. Час своей работы местные мастера оценивают в среднем в 1900 рублей, что на 6% дешевле, чем по стране. Самые высокие расценки в столице. Московские фотографы берут в среднем за ту же самую работу больше 3000 рублей. То есть почти в полтора раза дороже. Если смотреть по сезонности, то больше популярностью фотосессии в Саратове пользовались в марте. Меньше всего фотографировались в июне. Чаще всего горожане пользуются почасовыми услугами фотографов. Саратовцам, как правило, неинтересны готовые пакеты, например, свадеб или дней рождений, где оплата фиксированная. Цена готовых фотосессий в Саратове в среднем составляет 12 700 рублей. Это также дешевле, чем в среднем по России на 24%. Маленькая выставка в большом количестве. Более 150 предметов уместилась в помещении зала Радищевского музея. Сегодня здесь открылась выставка под названием «Мода на прошлое, 19 век, эпоха историзма». Практически все экспонаты показаны впервые. Посуда, книги, элементы народного костюма. Специалисты отмечают, экспонатами в этом зале в буквальном смысле является все. Даже люстра, которая освещает комнату, тоже предмет выставки. Абсолютная копия цветка с точно проработанными деталями сделана больше 200 лет назад. Историзм или эпоха историзма, его по-разному называют. Это время действительно чрезвычайного интереса к прошлому, к прошлым событиям действительности. Поэтому и экспонаты, они как свидетели этого прошлого. Или это экспонаты уже созданные как бы по мотивам прошлых каких-то событий. Тем она и интересна. Была рука Бога, теперь появилась и его нога. Великолепные спасения вратаря нашей сборной Игоря Акинфеева не дают покоя многим россиянам. По запросам тем в популярном поисковике футболист держится на первом месте. Ищут пользователи сети моменты, в которых выручал Акинфеев. А вот чем интересовались жители нашего региона за минувшую неделю, расскажем прямо сейчас. Как обычно, по порядку начнем снизу вверх. Президент Хорватии открывает тот пять популярных тем минувшей недели. Эффектная блондинка Калинда Грабар-Китарович интересовала саратовских интернет-пользователей. Примеры фильма «Человек-муравей» и «Осан» на четвертом месте. Фантастическая история на киноэкранах появилась еще неделю назад. Но информацию о фильме по-прежнему ищут. День семьи, любви и верности. В разных городах праздник отметили по-разному. В Саратове, например, прошел парад молодоженов. Чемпионат мира по футболу «Мундиаль» подходит к концу. Но четвертьфинал Бразилии с Бельгии стал одной из самых актуальных тем запроса. Ну и, наконец, первое место. И там матч России-Хорватия. Этот поединок наша команда проиграла, но бились до конца. Об этом говорили и многие пользователи сети. Играли достойно, а в серии пенальти больше повезло хорватам. О главном к этому часу все. И еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Лексус» в Саратове ОО «Саратов Автолюкс». Показать себя так, чтобы на других даже не посмотрели – это искусство. Обновленный кроссовер «Лексус НХ» дает вам новые возможности проявить себя в пространстве города, превращая ваше самовыражение в искусство. Ставьте обладателем «Лексус НХ» на особо комфортных условиях при покупке в кредит и дополнительным преимуществом потребителей 150 тысяч рублей. Подробности в салоне «Лексус Саратов» и на сайте leksussaratov.com Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» только в июле. При поддержке ООО «Тойота Мотор».